Третий год у Натальи тяжелые сны, Третий год без земля калича. С той поры, как солдатской дорогой войны, Муж ушел сапогами с нуча. На четвертом году прибывает макет. Очерк в нем незнаком и суров. Он отправлен в Саратовский мазарет, Ваш супруг Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей. То надежды, то горем полна. На другую солдатку, оставив детей, Ездит в город Саратов она. А Саратов велик. От дверей до дверей. Как найти в нем родные следы? Много раненых братьев, отцов и мужей На покое в Волжской воды. Наконец-то доктор ведет в тишине По тропинкам больничных ковров. И при тишине слышит она, Как во сне здесь лежит Алексей Ковалев. Нерастраченной нежности женской полна И коллегу Наталья ждала. Но то, что увидела, Даже она не понять, не узнать не могла. Он хозяином был ее дом и тревог, Забивал ей лихим кузнецом. О, блин, этот бедняк и без рук и без ног С перепошенным серым лицом. И не в силах сдержаться от горя пьяна, Попалившись в кровать головой, В голос друг закричала, Забыла она. Где ты, Леша, соколик, ты мой? И в глазах у него два горячих луча. Что он скажет, безрукий, немой? И суровый Наталья критит на врача. Собирайте, он едет домой. Не узнать тебе друга была уж она, Пусть как память живет он в дому. Вот спаситель ваш, детям сказала она, Все втроем поклонитесь ему. Причитали соседки над женской судьбой, Горевал ее горем колхоз. Но как прежде Наталья вставала с зарей, И никто не видал ее слез. И чисто в горнице дышат в печи пироги. Только вдруг, словно годы назад, Под окном раздаются мужские шаги, Сапоги по ступенькам стучат. И Наталья в детице скамейки без слов, Как склонившись в дверях головой, Входит в горницу муж, Алексей Ковалев, С перевязанной правой рукой. Не ждала, говорит, улыбая жене, И склинув по хозяйски кругом, Замечают чужие глаза в тишине, И другого на месте своем. А Наталья пред ней ни мертва, ни жива. Но как был он в дорожной пыли, Все поняв, и не в силах придумать слова, Поклонился жене до земли. За великую душу подруги не мстят, И не мучат верной жены. А с войны воротился не просто солдат, Не с простой воротился войны. Если будешь на Волге, Припомни рассказ, Не взначай загляни в этот дом, Где напротив хозяйки В обеденный час Два солдата Сидят за столом.